Во имя Отца, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2573. Каково положение Русской Православной Церкви в уходящем в 2002 году? Ответ Патриарха Алексея II. В этом году Русская Православная Церковь понесла немало потерь. Целый ряд архипастрей упокоились от трудов своих епочили в селениях праведных. В то же время на Русской земле продолжилось созидание и развитие церковной жизни. Строились и восстанавливались храмы. Возрождалась жизнь в монашеских обителях. Все мы живем в мире и события, которые происходят в государстве, отражаются и на жизни церкви. Много трагедий произошло в России в уходящем году. Стихийные бедствия, захват заложников в Москве, кровопролитный террористический акт в Грозном. Каждый из нас остро чувствует свою уязвимость перед лицом международного терроризма, который охватил не только различные регионы нашей страны, но и многие страны мира. Вступая в Новый год, мы надеемся, что он будет благословенным, успешным, созидательным и мирным. Хочется верить, что Господь внемлет нашим молитвам и не спошлет нам мир, согласие и благополучие, избавит нас от тревог, которые сопутствовали нашему Отечеству в истекшем году. Но если стремятся расколоть, ослабить, подавить церковь, столкнуть ее с властью, вернуться к временам диктата, гонений, ограничений, имена таких людей и их деяния мы будем предавать гласности как в России, так и по всему миру, без лицеприятия и страха. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Латкин. Об умерших архиереях говорит как сектант. У тех все до единого уже в раю, и там у зеркальных чистых вод они и с ними встретятся. Здесь даже и не канонизируя, уже определил, что они в селениях праведных на сто процентов точно. Да откуда бы знать-то про всех, да еще про архиереев и куменистов. Что-то совсем не так видел Серафим Саровский, а даже напротив ни одного из них не видел. А даже слышал ответ, что погибли они. Нужно было бы прямо сказать, что дело аховое и хуже некуда. И всегда добавляют, что возрождение это кирпичи, ажурно сложенные и названные храмами. Тут просто рапиющее невежество. Евангелие от Марка 13 глава 2 стих. Иисус сказал ему в ответ, видишь сие великие здания. Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. Деяния святых апостолов 5 глава 3 стих. Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать духу святому? Конец цитаты. Народ ничего не знает, а только злобится на проповедь. Положение в храмах патриархии ужасное. Народ темный, страшно невежественный и обозленный. И это от трудов батюшек. Так они их привязали к себе. Неужели никто не видит, что король голый? Ответы разоблачают миф об особой благодатности поста места. Что не ответ, то кричит каждое слово, что патриарх не знает Слово Божие, не имел личной встречи с Искупителем, что он ведет не за Христом, а за собой. Он говорит привратно. Он думает, что люди ищут его ответа. Почему бы ему прямо не указать на Христа и не усадить людей у ног Иисуса? Только потому, что он не имеет этого опыта, ибо Исам простоял с кадилом, строил на бумаге храмы и монастыри. Ему Христос евангельский и не нужен. И подвязаться за веру апостолов он не умеет и не будет. А значит он слепой вождь и благо было бы, если бы не был волком лютым. Исайя 28 глава 7 стих. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. Притчи 16 глава 1 стих. «Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка». Конец цитаты. Патриарх много послужил советской власти, этот идол из него и по сей день не вышел. Он весьма виновен перед народом за пособничество и благословение уже и сегодняшних властей, горе-уководителей настоящих и полновесных грабителей обнищавшего и исчезающего народа. Так откуда же ему и получить ответ, как не от собственного ума и от подсказок референтов? Книга пророка Иезекииля 14 глава 7 стих. «Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут в Израиле, отложится от меня и допустит идол в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицем своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя?» Конец цитаты.